Когда это будет устроено? 1 сентября 2021 года. Кроме сроков сдачи нового жилья, главу региона волнует и другой вопрос. По какому принципу выбиралось место под застройку? Ведь будущее жилье должно быть комфортным и недалеко от социальных объектов. Городские власти уже выделили подходящий участок, а строительством по результатам конкурса будет заниматься корпорация развития Пермского окрая. Здесь 13-я школа, 450 метров, 38-й детский сад, 490 метров. 10-го числа у нас окончательное решение, кто у нас сюда заходит из-за стройщиков, уже как подрядная организация. То есть здесь 4000 квадратов, два дома, 61 квартира, порядка 124 человек. Вот прямо здесь мы планируем. Первыми в новый дом заедут жильцы ветхой двухэтажки. По улице Коммунистическая, 10. На доме есть проблемы, говорит Эдуард. В некоторых квартирах стоят подпорки, крыша местами течет. Планируют построить новые здесь дома рядом. Слышали об этом? Готовы потерпеть, подождать и переехать в новый дом? Ну, готовы. Если бы нам помогали, жаковошники, делали бы свою работу. Мы-то готовы ждать. В Пермском крае на сегодняшний день расселение жильцов из ветхого и аварийного. Жилья идет ударными темпами. Регион участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда», утвержденном президентом Владимиром Путиным. Благодаря проекту решаются годами накопленные проблемы и в сфере жилищной политики, и ЖКХ. Также действует и адресная региональная программа. Она продолжит работать и после 2021 года. Всего в рамках обеих программ за два года будет по всему краю ликвидировано 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья. А новоселье отпразднует около 9 тысяч человек. Мы на спроекте. Фенеральная поддержка, она, в общем-то, чувствуется. Мы можем сказать, что по темпам расселения аварийного жилья Пермский край один из лидеров. Темпы набраны, главное их не замедлять. Во многих городах часто переселять людей из аварийки просто некуда. Поэтому в 12 территориях, как и в Соликамске, решили заняться строительством муниципального жилья. Сделали проект планировки территории, сформировали 4 земельных участка и вот один из них уже сейчас идет под застройку. В настоящее время объявляется процедура на разработку проектно-сметной документации уже вот нашими коллегами из КРПК. Ну и, соответственно, дальше все этапы. Бюджет есть, планы есть. Дело осталось за малым. И в скором времени в районе так называемом Чикаго появится благоустроенный жилой комплекс. А чтобы темпы строительства не снижались, глава региона Дмитрий Махонин будет держать все на личном контроле. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Сольтовая.